Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И в этом обзоре мы познакомимся с швейцарскими часами Invicta из коллекции Sabacva Noma 3. Часы очень массивные, тяжелые, имеют уникальный, ни на что не похожий дизайн. По размерам эта модель в диаметре 50 мм, в толщину 18 мм и вес составляет 351 грамм. Часы достаточно тяжелые. Корпус и браслет сделаны из нержавеющей стали с позолотой 18 карат. Застежка раскладная с фиксатором. На ней сейчас наклеена пленочка. Здесь вы можете видеть гравировку бренда Invicta. С внутренней стороны на застежке по позолоте сэкономили. Здесь вы можете видеть просто нержавеющая сталь. На задней крышке часов логотип коллекции это дракон. И здесь же выписаны практически все характеристики этой модели. Уникальная заводная головка, кнопочки. Заводная головка закрывается вот таким колпачком с гравировкой Invicta. Колпачок создает не только более агрессивный и уникальный внешний вид, но и защищает заводную головку от любых механических воздействий. Также здесь вы можете видеть, что вот эти метки на безеле находятся выше уровня стекла, что исключает возможность удара в стекло предметом, диаметр которого больше, чем окружность самого стекла. Давайте я померяю часы на свою руку. Запас браслета большой, он позволяет мне легко вдеть часы через кулак. И вот так модель смотрится на моем запястье 18 сантиметров обхвате. Давайте я расскажу вам о функционале. Модель изначально позиционируется как дайверские часы. Здесь профессиональная водозащита. Она составляет 500 метров. Конечно же, при такой водозащите кнопки заводная головка завинчиваются для лучшей герметичности корпуса. И, конечно же, не обошлось без безеля. Он вращается только против часовой стрелки с характерным хрустом. Интервал минутной разметки здесь 5 минут. И на вот этих выпуклых метках белые треугольники. Это специальный состав триднит. Он накапливает энергию и светится в темноте. Также здесь светятся стрелки и метки часов на циферблате. Вот так вращается безель. Для того, чтобы его использовать, нужно поставить отметку 0 безеля напротив минутной стрелки. И, допустим, когда мы погружаемся, нам нужно зафиксировать 35 минут. Это здесь, на безеле. Когда минутная стрелка с нуля покажет на 35 минут, соответственно, прошел этот интервал времени. То есть, безель смещает минутную шкалу для удобства фиксации интервала времени. Стекло в модели закаленное. Это фирменное стекло, которое компания Invicta выпускает по запатентованной технологии. По прочности это стекло не уступается фирму. Очень яркий, красивый циферблат. Прекрасно сочетается в своей цветовой палитре с цветом корпуса и браслета. Сердцевинка перламутровая. И в большей степени, конечно же, это голубоватый оттенок циферблата. Очень нежный и приятный цвет. По краю циферблата есть шкала тахиметра для определения скорости движения на основании пройденного пути. И в часах применяется секундомер-хронограф, который состоит из счетчиков. Левый верхний маленький циферблат. Там циферблат в циферблате находится. Счетчики 12 часов 30 минут. Большая секундная стрелка, которая стоит, это 60 секунд. И маленький нижний циферблат 1 десятая секунды. Запускается хронограф с щелчком верхней кнопочкой. Останавливается также верхней кнопкой. Обнуляется нижний. Также в часах есть окошечко дней недели по центру. В правом верхнем маленьком циферблате идет основная секундная стрелка часов. Есть маленькое окошечко даты. В правом нижнем углу циферблата на нее на текущую дату указывает красный треугольник. И сборка механизма и самих часов в швейцарской, о чем говорит надпись SwissMate в нижней части циферблата. Выкручиваем заводную головку. В первом ее положении по часовой стрелке меняем дату. Во втором положении по часовой стрелке устанавливаем время. И на этом функционал модели закончился. Давайте я закручу обратно заводную головку. Уведу часы подальше. Покажу их общим планом. Очень яркая модель. Достаточно универсальная. Эти часы можно по настроению одеть как с повседневной одеждой, так и с кэжуал пиджаком. Эти часы будут отлично смотреться. Ну и опять же, все спортивные характеристики. В этой модели можно смело заниматься дайвингом. Единственное, что я бы не сказал, что ее дизайн к этому дайвингу каким-либо образом располагает. Но в принципе решать вам. На этом закончу обзор. Надеюсь, он был для вас полезным, понравился. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока.